Вчера президент представил новый состав правительства. Средний возраст вице-премьера в 49 лет, министров в 45 лет. Правительство обновлено практически наполовину. Для меня главный вопрос, какую политику будет проводить это правительство. Задача смены правительства, которую затеял президент, прежде всего связана с тем, что предыдущая полностью провалила его послание. По всем статьям и по всем показателям. Темпы роста за 10 лет в среднем составили 0,6%, самые низкие в Европе. И если бы они продолжали старую политику, то в ближайшие годы еще бы ушло с тела России 12 миллионов человек. Потери только русских, напоминаю вам, за последние годы, с 90-го года составили 20 миллионов. Это преступление перед всеми народами Российской Федерации, потому что русские являются государствообразующим народом. Я не знаю, унесут ли они поправки дополнительные в Конституцию. В Конституции нет ни одного слова, что существует русский народ в нашей державе. Для меня главный вопрос не то и как, а что они будут делать в ближайшее время. Если они не в состоянии решить несколько принципиальных вопросов, то и дальше страна будет катиться под откос. Мы все это реально видим. Первый и главный вопрос – кредитно-денежная политика. Кредитно-денежная политика реализуется под диктовку МВФ и продолжается эта политика в бюджете, который утвержден и подписан президентом на ближайшую трехлетку. На месте министра финансов остался Суланов. Хватит ли воли у Мишустина заставить Суланова огромные резервы и средств денег направить на развитие производства? В своем послании президент пообещал, что будут помогать детям, помогать многодетным семьям, решать ряд других вопросов. Это стоит примерно 4 триллиона рублей. Вчера я впервые услышал, что Суланов встал на заседании и сказал, что он найдет такие деньги. Не знаю, как он их найдет, но мы его просили помочь детям войны, дать примерно 100 миллиардов, чтобы дети войны почувствовали себя достойно. Вчера голосовали восьмой раз, Единая Россия за это решение не проголосовала. У Суланова и у Путина огромные резервы, в целом 120 триллионов незадействованных средств. Я пока не слышу, каким образом они собираются эти средства направить на следующий вопрос, на развитие реального промышленного производства и сельского хозяйства. Если брать по составу министров, там остались практически те же, кто этим занимался. Люди в целом профессионально подготовлены, но они сидят без соответствующего финансирования. Мы подготовили реальную программу поддержки агропромышленного комплекса. По нашей инициативе президент провел Государственный совет. На Государственном совете профессионально докладывали специалисты, которые готовили программу устойчивого развития. В этом принимали активное участие и наши товарищи, и Кашин, и Коломейцев, и Харитонов. Поддерживал Гордеев, полностью одобрил подружку. Из тех, кто должен заниматься, обязан был остаться Гордеев. Тем более, практически все фракции Думы наставили на том, чтобы эта программа была реализована. Уже на 17 февраля назначены большие слушания по реализации этой программы. Я считаю, что у президента есть еще возможность вернуться и ввести качество заместителя председателя Гордеева. Почему? Потому что это самый подготовленный человек, который знает эту программу, который понимает, что нужно делать, и который в состоянии координировать работу соответствующих министерств и ведомств. Мне непонятно, почему президент заявил о том, что повышается авторитет Думы в назначении министров, тем не менее, проигнорировал предложения всех фракций, которые были высказаны несколько дней назад, потому что это будет приоритетом и для Государственной Думы. Третий вопрос принципиальный – налоговая политика. Что бы они ни говорили, одно дело собирать налоги, другое дело менять налоговую политику, создавать условия для эффективной работы производства. У нас соотношение 64% в цене товара налоговой, 10% зарплаты не позволяет никому ни работать, ни покупать. Это вопрос самый главный для курса, который будет проводить Мишустин. Не знаю уж, хватит ли воли у этого правительства изменить это соотношение, потому что оно принципиально важно. Или мы изменим эту ситуацию в пользу тех, кто работает, или дальше будут разоряться и малый и средний бизнес, и хереть вся инфраструктура нашей страны. Если посмотреть на монетизацию производства, мы уже устали заявлять этому правительству, не может работать производство, в котором на 40% всего монетизированная экономика. Не может работать страна. Если хотя бы удвоить до 80%, даже без особого роста экономики, люди и производство, и малый и средний бизнес почувствуют себя лучше. Я пока не слышу ни одного слова, хотя трижды выступал по этой теме на прошлой неделе. Для нас принципиально важна иная региональная политика. Говорим о медицине, говорим о том, что люди недовольны, но забыли, главное, что вся первичная медицина переложена на плечи местных администраций и регионов. Они сидят все в долгах, как в шелках. Два с половиной триллиона. Или вы будете изменять эту политику в пользу регионов? Мы давно предложили, если у нас федеративное государство, давайте примем особый закон о бюджетной федеративной политике. Треть на главные проекты страны, треть регионам и треть муниципалитетам. Я условно называю, тут можно менять некоторые соотношения. Но на местах сидят люди, которым свалили дополнительно 100, почти 90 функций и отобрали все деньги. Ни одного слова на эту тему мы не слышим. Вот будет такой, будет такой. Ну и что он будет такой? Будет новый министр ухранения. Там работал рядом, собственно. Если им деньги не дадут, ничего не будет. Один из самых принципиальных вопросов – это социальная политика. В чем она выражается? Она прежде всего выражается в том, что на эти цели надо тратить каждой пятой рубль расходной части бюджета. Сидели одни, заменили их почти всех, посадили других. Ну и что? В бюджете на эти цели меньше половины необходимых ресурсов. Тогда профинансируйте, тогда поддержите, тогда переспределите финансовые потоки, тогда заставьте реализовывать эту программу регионы, и тогда люди почувствуют, что о них заботится медицина. А по-прежнему начинают и продолжать обирать. Что касается политики Поборов, то она просто достигла налоговой политики в стране абсолютно идиотской. За пять лет удвоили Поборы с граждан страны и не дают никому толком дышать. Еще один очень важный и принципиальный вопрос – информационная политика. Если вы будете с утра до вечера рассказывать, как живет Трамп, что он думает, куда он полетел и поехал, и каким образом распаятились бендеровцы на Украине, и что они там делают, мы не решим ни одной проблемы. Почему вот те вопросы, о которых я вам заявляю, не находятся в центре внимания такой талантливой передачи, как 60 минут? Нет их. Талантливых журналистов заставляют одну и ту же Микину и кашу толочь уже на протяжении полутора лет. Это дискредитирует и талантливых журналистов. И да уже после 12 ночи Соловьев возмущается этим делом, потому что все уже спят, начальство не видит, но тут он и начинает говорить правду, матушка, какая она есть. А делает это он мастерски. Поэтому надо менять и эту политику. А вот тут он наткнется, и правительство на большое противодействие, мы это реально видим. Ну и подходим к конституции. Никакие мелкие припарки и приварки не изменят существа конституции, которые приняты под расстрел парламента, за которую голосовала в лучшем случае треть населения. Главный и самый принципиальный вопрос, кто владеет собственностью и реальной властью. Собственностью сегодня владеют олигархи. Один процент самых богатых владеет шестьюдесятю процентами всех национальных богатств. В Америке в два раза меньше, а во Франции и Италии в три раза меньше. Почему у нас сложились африканские пропорции? И одновременно у нас прожиточный минимум уже меньше, чем на Украине и меньше, чем в Хабоне, в Центральной Африке. Тогда давайте примем это решение, тогда люди почувствуют себя совершенно иначе. Короче говоря, не состав правительства определяет нынешнюю стратегию. Определяет в данном случае президент, вот если ему вместе с премьером, вместе с Володиной Матвиенко, хватит воли сказать стране, что проводим новый курс в интересах большинства олигархи, что завтра олигархи будут и все богатые платить такой же налог, ему нравится Германия, как Германия по прогрессивной шкале, что мы будем проводить принципиально новую промышленную политику. В основе промышленной этой политики будут лежать новейшие технологии, что Володин выйдет завтра и заявит, что с сегодняшнего дня контроль за выполнением национальных проектов Путина будет приоритетным. А пока то, что принято, главное вам, кстати, еще раз называю, я взял из 40 всего 5, которые определяют темпы, уровень жизни и всего остального. Без модернизации мы выживаем? Нет. У нас каждый день аварии, беды, трудности. Почему? Потому что даже в «Газпроме» на 55% сгнили все трубы и все цепочки технологические. Давайте вкладывать, давайте туда вкладывать. Смотрите, выполнено на 65%, а должно быть на 120%. Вторая статья «Производительность труда». Путин говорит, будем на основе производительности улучшать жизнь граждан. Правильно. А кто против? Ну, чтобы производительность была, нужны современные машины, новые технологии, нужны талантливые люди, нужна иная система подготовки, кадров, нужно многое. Для этого давайте зарядим. Открываю статью «Производительность труда». Выполнено максимум на две трети. Дальше следующая статья, связанная с цифровыми характеристиками. Цифровая экономика. Посадили человека, который прошел все кабинеты, но не знаю, что он будет работать на цифровизацию своего кармана или экономики. Это разный подход совершенно. Она выполнена на 24%. Все орут экологии, экологии, беда, трудности. Уже было бабье лето, бабье осень, теперь бабье зима. Все понимают, что на треть выполнена эта статья. Тогда для Думы и для Володина должен быть Единый Россий. Главный показатель – это выполнение программ и бюджетной дисциплины. Без наведения элементарной бюджетной дисциплины, хотя бы честного расходования государственных вложений, двигаться невозможно. И последнее. Сколько за три года умокнули из страны денег ваших? 8,7 триллиона. Запомните цифру. Пол бюджета сперли. Ну и что? Кто-то пострадал? С кого-то спросили. Вот назначили нового прокурора. Я его знаю. Грамотный, профессиональный человек. Но я буду оценивать его работу. Схватит ли ему волей остановить регитерский захват совхоза имени Ленина? Хватит ли членам Совета безопасности, их всех назначили снова, решить проблему? Мы им отправили 15 депутатов в официальный запрос. На каком основании грабят одно из лучших хозяйств и продолжают разваливать? Я пока от них не получил ответ официального, хотя по долгу службы я обязан получить как руководитель фракции и партии в течение 30 суток. Я не получил ответ. Мы направили относительно информационной политики. Целый ряд каналов долбили Левченко в течение года. Каждый день. Часами изводили. На второй день, как назначили МЧСовца в Иркутской области, оказывается уже третий этаж строится, здание, которое он и котлован не копал. Все закончилось. Почему? Потому что Левченко заставил бандитов встать на учет и платить. Провел чипизацию леса, 300 банд поставили на учет, они стали платить не полтора миллиарда, а 10 миллиардов. И бюджет единственный в стране за счет того, что заставил в том числе и олигарха Дерибаску платить, в 10 раз заставил больше платить налогов. У него бюджет был 97 миллиардов, стал 212. Вот для меня будут показатели, в том числе и силовых ведом, в состоянии ли они поддерживать такого рода инициативы, или будут выполнять по указанию перста того или иного кабинетника в Кремле, кого душить, каким образом показывать, каким образом расправляться. Поэтому вопрос сейчас стоит исключительно принципиально. Или Путину хватит воли вместе с Мишустиным, Володиной, Матвиенко, вы изменить курс пользы у большинства аграрных, созидательной политики и производства, и честного решения проблем. Или дальше будем гнить и разваливаться. Все-таки надежда пока существует.